Всем привет! Сегодня поговорим о карабине ЧЗ-550, который берет свое начало от винтовки Маузер К-98, образца 1898 года. Легендарная винтовка с более чем вековой историей, прошла множество войн, состояла на вооружении армии Германии, Чехии, в Первую мировую войну даже в России ее использовала. Эти винтовки надежные, качественное оружие, дало начало многим современным образцам карабинов-охотничек. Из самых таких популярных стоит упомянуть это ЧЗ-550 и Ремингтон 700 серии. Отличные образцы. Оружие выпускается в большом количестве патронов. Что еще сказать? Оригинальная винтовка Маузера была карибра 792-57. Моя винтовка, карабин, точнее ЧЗ-550, калибра 30-06. Сам к себе патрон 30-06 как раз и берет свое начало от 792-57. Из него, скажем так, создали этот патрон. Патрон также военный, американский. Длина гильзы данного патрона 63 мм. Сразу сравним его с калибром 792-51 в начале. В чем плюс, в чем минус. 792-51, 308 Минчестера, если говорить коротко, то более точный патрон. Но минус у него заключается в том, что более тяжелую пулю за счет длины гильзы, ну то есть короткая гильза вмещает меньше пороха. И, соответственно, более легкую пулю максимально. То есть по весу нельзя запихнуть туда очень тяжелую пулю. Вот и основное такое различие для охоты будет. По баллистике они достаточно близки. И популярность 30-06 заключается именно в том, что можно стрелять более тяжелой пулей. И следует сразу сказать, что писатель американский Эрнет Хомингуэй часто использовал на своих охотах карабин Спринфилд калибра 30-06. В частности, он использовал его на африканских охотах. Стрелял льва. То есть это был любимый его калибр. Что скажем непосредственно о винтовках Чезет. Надежное оружие. Затворственные были боевыми упорами. Маузеровский. Очень качественно исполнен. Так он выглядит. Вот два боевых упора видны. Первый, второй. Третий боевой упор находится у ручки. Вот он. Здесь, в принципе, нечем ломаться. Очень надежно и качественно все сделано. Зазоры в винтовке. Амейские. Поэтому есть такие небольшие люфты. Особенно используя длинный затвор на таких калибрах. Вот он немножко ходит. Поэтому при перезарядке нужно привыкнуть. То есть если мы куда-то в сторону, его немножко попытаемся столкнуть, он у нас будет плинить. Прямое воздействие. Затвор закрывается. Закрываем. Отдельное слово следует сказать о спусковом механизме. Спусковой крючок регулируемый. Вот здесь можно увидеть винт регулировки. Также оснащен шнеллерным механизмом. Что дает данный механизм? Если в штатном, скажем, режиме усилия мы регулируем под себя, и там оно составляет у нас по 1,5-2 кг для охоты, и имеет небольшой ход с предупреждением, скажем так, перед тем, как курок спустится, спусковой крючок пройдет несколько миллиметров, тот шнеллер нам позволяет... Что такое? Давайте сначала спустим курок. То есть, вот, и скажем о преимуществах. Обычный спуск с предупреждением. Для чего это сделано? Сделано для безопасности, в первую очередь. То есть, на каких-то загонных охотах и так далее. И спусковой крючок... Сейчас я нажму, плавный нажим, вот он пошел, 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 раз, и только после этого происходит выстрел. То есть, у нас есть время убрать палец, как бы, если вдруг какие-то условия поменялись, или для, скажем так, просто, если человек волнуется, находится, стоит на номере, он не нажал случайно. Только докоснувшись, вдруг произошел выстрел. Шнеллер... Сейчас вам покажу. Чтобы включить шнеллер, нужно нажать на спусковой крючок сзади. Вот, послышался щелчок, шнеллер включился. Что сделал шнеллер? Шнеллер убрал усилие со спускового крючка до значения, на которое он отрегулирован. Ну, в среднем, если у нас 2 кг стоит, то шнеллер сейчас сделает где-то 200 г усилия. То есть, нам нужно будет только дотронуться до него. Это очень удобно при целевой стрельбе, когда приходится использовать дальний выстрел. Также в спорте, когда мы стреляем в тире, очень удобно пользоваться шнеллером, чтобы не какие свои... Вот, я только дотронулся до него, и произошел спуск. Чтобы усилие наше... То есть, когда мы стреляем из винтовки, следуя практически, так сказать, мы прицеливаемся, и на нас действует множество сил. В частности, силы притяжения тянет винтовку у нас вниз, мы ее удерживаем своими мышцами, мы дышим, при этом у нас происходят колебательные движения всегда. И при спуске, когда мы нажимаем на спусковой крючок, соответственно, мы тянем винтовку вниз. Вот шнеллер нам позволяет убрать вот этот момент по тяжке винтовки. То есть, мы только дотрагиваемся, никакая сила тянущая винтовку вниз на нее не воздействует, и раздается выстрел. Что еще следует сказать о данной винтовке? Хорошая отделка. То есть, здесь орех. Данная винтовка люксовая. ЧЗ 550 люкс. Выпускается во множестве калибров. 200-е калибры, которые легко можно применять по птице, небольшому зверю. 243-й калибр можно применить уже по косу, и маленькому кубану 300-ки. То есть, это калибры 7,62-51, 7,62-63, как у меня, Springfield, 700-к, не 700-к, а 300-к. Минчестер-магнум, 338-м, лаповый магнум. Это уже магнумовские калибры, которые используются в основном в горах. Мощные калибры. И дальность выстрела прямого практически 300 метров вставляет. То есть, без поправки пуля идет 300 метров. Очень хороший калибр. Позволяет стрелять и на более дальние дистанции, уверенно поражать цели. Основные используют в горах, когда требуется выстрел на 500 метров. Очень хороший калибр. И девятки. Соответственно, девятка. Мощный патрон, который следует использовать по лосю, кабану. Он практически не делает подрамков. То есть, хорошим останавливающим эффектом обладает данный патрон. Под все эти патроны выпускается ЧЗ-550. Также следует отметить, что есть специальная серия ЧЗ-550, которая выпускается в калибрах Safari. 375-м, 416-м, и кто любит посмотреть видео, в частности на YouTube, по охоте в Африке. И очень часто можно увидеть, что люди охотятся именно с ЧЗ-550. Почему они выбирают ЧЗ-550? Потому что ЧЗ-550 надежен. Надежен, как свой предшественный, наузер 98. Он не откажет при каких-то падениях винтовки. Здесь ничего не сломается. Если сюда попадет грязь, она также безотказно перезарядится, благодаря военным допускам. У нее неплохая кучность. И стреляет стандартная винтовка из коробки в среднем где-то на 100 метров в минуту, в полторы минуты угловые. Что такое угловая минута? Если кто-то не знает, это 1 дюйм на 100 метров. 1 дюйм это равен 2,5 сантиметра. То есть на 100 метров винтовка кладет пуля в круг диаметром 2,5 сантиметра. И так далее. То есть на 200 метров такая же винтовка уже должна стрелять в районе 2 дюймов, на 300 метров 3 дюймов. Это хорошее качество. Это хорошее винтовка. То есть любая винтовка, которая стреляет в минуту, это очень хорошее оружие, серьезное. Итак, вы решили выбрать ЧЗ. И теперь давайте сравним его с конкурентами ближайшими. Ну, ближайшим конкурентам следует все-таки сказать, наверное, Ремингтон в 700-й серии. Отличное оружие. И здесь дело вкуса по выбору между ЧЗ и Ремингтоном. Если сравнивать его с нашими оружиями, то он значительно превосходит по качеству исполнения лося. Если говорить о более дорогих моделях европейских, то следующими после него следует в конкурентах признать Тику. Тику уже оружие. Классом выше. Более качественное изготовление. Ну, скажем так, не военное. Не столь надежно, хотя и никого не подводило. И еще более высоким классом винтовка САКО. Также финская. Отличная, качественная винтовка. Что по установке оптического прицела на данной винтовке, можно сказать. В отличие от того же Ремингтона, которому достаточно купить планочку, у него уже в ресиверах просверлены отверстия. На ЧЗ этого нет. То есть, здесь достаточно небольшой выбор кронштейнов в казахских и родных ЧЗ. В основном это кольца и в единые базы. У меня стоит быстросъем на единой базе. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. Вот он. На оптическом прицеле установлена такая база. Вот этим винтиком он зажимается, поворотным. Ставится элементарно. Раз. и поворотируем. После этого вот такая вот большая оптика у меня стоит. Пятидесятая труба. И в этом есть таканно-тридцатка. Переменной кратности от двух с половиной до десяти. Неплохой это хаковский прицел. Может быть, сниму по нему отдельный обзор. Ну и тоже ничего особенно хорошего про прицел сказать нельзя, кстати. Такая средняя рабочая лошадка. ничего выдающегося. Сейчас на данный момент у меня встал вопрос по установке ночника. Если вы это планируете сделать, то вот этот кратштейн он сразу не для вас. Видите, это база, как бы, что я не пытался найти, нельзя установить. То есть, можно сразу попробовать, если вы будете купили ЧЗ 550 и планируете потом переставлять быстросъемы, то сразу берите апелевские или маковские основания, как бы, вы сэкономите на этом. Я сейчас пошел другим путем и заказал вот такую вот планочку на него. Вот так вот она выглядит. Это планочка вивера, точнее, это пикатини рельса. У нее есть вот такие вот упоры, она встает в рейсивили. Сейчас я вам быстро покажу, как она ставится. Я еще под нее не просверлены отверстия, то есть, эту базу родную мы снимаем. отворачиваем данные винты. Скажу сразу, почему он так легко снимается, потому что она уже была снята у меня, когда прислали в клонку, я ее примерял, поэтому клей уже убран. А вообще, когда все это ставится, ставится на клей. Лучше использовать суперклей. Почему суперклей, а не какие-нибудь другие клеи или сварки? объясню, потому что он потом отлично отмывается ацетоном, когда вы решите снять, не оставляет никаких следов. Теперь смотрите, вот такая база, я подойду поближе, чтобы вам было видно. Вот так вот она выглядит, и вот такие вот она боевые упоры имеет. То есть, она ставится, при этом она позволяет пользоваться открытыми прицельными приспособлениями. Она у меня удлиненная, ставится под сверление. Здесь у меня под задний ресивер есть отверстие, передний я специально попросил, чтобы мне отверстия не делали, поскольку у меня есть родные отверстия и будет подгоняться под них. Отличная качественная планочка. В магазине такую купить нельзя. Что еще скажем о данном оружии? В принципе, наверное, в данном обзоре я уже все успел сказать и резюмируя скажу, что за свои деньги, которые она стоит на данный момент на рынке, наверное, каких-либо альтернатив, кроме Стеримингтона, в котором, кстати, некоторые имеют претензии с точки зрения качества изготовления, наверное, нет никаких конкурентов. Тика дороже, лось некачественнее. Поэтому, думаю, что выбор здесь небольшой. Если что, спрашивайте, отвечу на любые вопросы по данному оружию. Да, еще забыл сказать. У меня здесь фиксированный магазин. Магазин на 5 патронов. Можно вставить в 6-й сразу патронник. То есть, в принципе, она не 5-ти зарядка, а даже 6-ти зарядка. И все. Пожалуй. Есть модификации со съемным магазином. Есть модификации Full Stock с более коротким стволом. Такой ствол примерно. Но ложа длиннее. Короткое разморозное оружие, которое в случае падения это ложа как бы сохраняет ствол от удара, чтобы не нанести какого-то механического повреждения. Но длина ствола ограничивает дальность выстрела. Полнота сгорания заряда все-таки существенного. Примерно такая разница для винтовки это уже много. Но такая винтовка хорошо себя зарекомендует на охотах с вышкой. Удобно, легко разворачивается. Загонные охоты какие-то. Хотя, опять же, следует сказать, что болтовой карабин для загонных охот наверное все-таки применим будет только для человека, который хорошо стреляет. Хотя я успешно использую ее и на загонных охотах хорошую винтовку. В основном все равно у вас один прицельный выстрел. Остальное это уже так производится в спешке. Все. Если вам понравилось данное видео ставьте лайк. Если не понравилось ставьте дизлайк. Что еще можно будет вам сказать? Пожалуй, еще один момент озвучу вам в конце. Про патроны. Когда я начал говорить про патроны и калибр и калибр 3006 я не сказал основное преимущество еще на рынке. 3006 можно совершенно спокойно купить вот такую пачку саку Hammerhead весом 14,3 грамма. То есть они легко продаются. Также можно использовать и патроны полностью оболоченную пулю 6-ти граммовую, которую легко использовать из этого калибра по птице, по небольшому зверю она не портит. Вот так вот. Все тогда. Всем спасибо. С вами был Андрей. До новых встреч. Следующий обзор наверное сниму про ночник. Ночник вот такой вот у меня в области ПНГ 2,5 50 колени первое и оп здесь стоит 226 такой же как стоит в детале. в принципе сравнимого с дедалом. Имеется у нас еще дедал с которым мы охотились. Использовал уже смотрел его на улице. Ну отличий каких-либо от дедала не заметил. Хорошо показывает, хорошо светит. Увидим после установки на охоте. Снимем новое видео. Так. Всем пока.